МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Народная газета» на своей передовице задался вопросами, почем борщ для народа и сколько ульяновцы тратят на еду. Журналист Надя Акулова рассказала, что тема животрепещущая для народа. Такие овощи, как морковь, лук, свекла, капуста и картофель есть в каждом доме, да вот только цены на них очень велики. Как переломить неприятную тенденцию, обсуждали даже на совещании президента. На дороговизну продуктов многие люди жаловались Путину во время прямой линии. Цены на овощи теперь внимательно отслеживают. Волонтеры за неделю провели несколько рейдов по торговым сетям и рынкам. К контрольным мероприятиям вместе с членами женского совета присоединилась и первый заместитель, председатель Ульяновской городской думы Алсуай Затулина. Она считает, что для снижения цен также необходимо создание мини-рынков, где местные производители могли бы напрямую торговать овощами и фруктами. К национальным изданиям. На страницах газеты «Канаш» Николай Кадебин рассказывает читателям о том, что в этом году исполняется 100 лет со дня основания села Орловка Цельминского района Ульяновской области. Почетный чувашский краевед Кадебин специально поехал в село, встретился с двумя старожилами, которым за 90 лет и ответил на много вопросов. Откуда и почему люди переселились на то место, почему название села такое, кто первый обосновался на новом месте и другое. Подробнее в материале надо писать истории села Орловка. К районным изданиям. Журналист газеты «Родина Ильича» Ульяновского района Алена Одинцова рассказала о незабываемых выходных, которые провели семьи района. Весело отдохнуть всей семьей, насладиться свежим воздухом, красотой природы, общением и песнями у костра смогли участники семейного туристического слета «Фэмили-фест», прошедшего выходные в Новой Беденге на территории историко-культурного парка «Станица». Замечательный отдых для семей был инициирован и организован активными многодетными мамами семейного движения Ульяновского района Евгении Гудзюк, Анастасии Мелеховой и Екатериной Теряевой. На слет съехались более 20 семей со всего района, чтобы весело провести время, познакомиться и пообщаться. Обозреватель старомайнских известий Наталья Никишина напоминает, что лето – любимая пора мальчишек и девчонок. Ведь на целых три месяца можно отложить учебники и школьную форму и наслаждаться теплом, солнцем и общением с друзьями. Однако каникулы уже давно перешагнули за экватор. Чтобы юные старомайнцы смогли активно отдохнуть в летний период, при многих школах района были созданы и работают сейчас детские оздоровительные лагеря. В старомайнской школе номер один завершилась вторая смена. Почти 100 ребят здесь отдохнули и полезно провели свой досуг. Оздоровительный лагерь «Ромашка» начал свою работу на базе первой школы 12 июля. Всего в старомайнском районе за время летних каникул создано 10 пришкольных лагерей и один лагерь труда и отдыха. Они работают в три смены и работа их продлится практически до 31 августа. Также уже стоит призадуматься о школьной паре. В старомайнском районе почти 300 детей получили помощь к школе в рамках областной ежегодной акции «Помоги собраться в школу». Корреспондент Ульяна Шипулина напомнила, что подобная акция проводится с целью оказания помощи детям из семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Одним из меценатов прошлой недели стала жительница Старой Майны Татьяна Чернова. Татьяна Леонидовна подарила девочке из села Прибрежного рюкзак с набором принадлежностей и пожелала школьнице учиться только на 4 и 5. Акция продолжается, и любой желающий может оказать помощь ребятам из малообеспеченных семей в подготовке к новому учебному году. Заметка издания «Новое время» базарно-Сызганского района гласит о том, что сотрудники районного отделения социальной помощи на дому прошли обучающий курс по оказанию первой медицинской помощи. По информации заведующей отделением надобной службы по базарно-Сызганскому району Ольги Аверьяновой, такое обучение должен пройти каждый человек, который планирует устроиться в надобную службу социальным работникам. По окончании курса всем участникам выдаются сертификаты об обучении. Кроме обучения претендентам, нужно сдать и практику по пройденному материалу. Раздел «Земляничные заботы» рассказывает о сенсационной пользе летней ягодоземляники, в которой содержатся до 10% сахара, витамины, каротин, органические кислоты, соли железа, фосфора и кальция. Для оздоровления организма в летний период желательно съедать несколько килограммов свежих ягод. Особенно полезна она для лиц, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при гастритах, камнях в почках и авитаминозах. Кроме сбора урожая ягод летней грядки, земляники требуют к себе большого внимания. Вместе с созреванием ягоды у земляники начинают активно отрастать усы. Их необходимо систематически удалять во избежание ослабления маточных кустов. При наличии торфа или перегноя, междуряди мульчируют слоем в 2-3 см, раскладывают усы и поливают. К концу плодоношения первая, а иногда и вторая розетка начинают укореняться. Из них и получается лучшая рассада. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Саша Агапов сообщает, что легкоатлеты региона завоевали 2 золота и бронзу в финале 5-й спартакиады молодежи России среди спортсменов не старше 20 лет, где ульяновцы впервые выступали полноценной командой. В беге на 400 метров репутацию главного фаворита подтвердил победитель юниорского первенства страны этого года Руслан Халиулов. В финале он показал свой лучший результат в нынешнем сезоне, пробежав круг за 47,53 секунды. С последнего виража он выбегал лидером и на финишной прямой уверенно отстоял первую позицию. Присоединяюсь к поздравлениям. Портал Медиа 73 рассказывает, как в Теренге определили лучших гармонистов. На международном конкурсе гармонистов-баянистов и аккордеонистов в Теренгульские переливы встретились музыканты не только из Ульяновской области, но и из Татарстана, Мордовия, Чувашии, Пензенской и Самарской областей. Всего по трём конкурсным номинациям «Аккомпанемент», «Соло» и «Ансамбль» выступили более 20 участников. Гран-при состязания завоевал Андрей Дивнин из Новоспасского района. Среди ансамблей победу одержал коллектив народной музыки «Частушка», завоевавший также приз зрительских симпатий. Творческие состязания носят имя известного баяниста и уроженца села Гавриловка Теренгульского района Александра Данилова. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах «Ултправда.ру» и «Медиа 73». Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках «Роспечати» или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок через неделю.